Суперсерия 72 Исход серии игр прошел эхом по всей Канаде и стал одним из главных событий для страны Сегодня мы открываем золотые страницы истории нашего вида спорта и смотрим, каким был самый культовый хоккей Итак, дело было в 1972 году, а это достаточно давно, так что давайте обо всем по порядку Чтобы понять важность любого события из прошлого, нужно знать исторический контекст, так что в двух словах В мире тогда бушевала гонка вооружений, американцы воюют во Вьетнаме, а СССР переживал эпоху застоя Для понимания, в этом году выходит фильм «Крестный отец» Алла Пугачева только начинает петь, а Соединенные Штаты слушают первый альбом Майкла Джексона На стыке 60-х и 70-х канадские профессионалы рвались на чемпионаты мира Однако Международная лига хоккея на льду блокировала эти попытки В ответ канадцы обиделись и отказались от домашнего чемпионата мира, который должен был принять Виннипек в 70-м году В срочном порядке турнир перенесли в Стокгольм, а родоначальники хоккея отказались от участия в мировых первенствах и Олимпийских играх на целых 7 лет Если бы не этот бан, эпохальная суперсерия 72 вряд ли бы состоялась Она не состоялась бы, если бы не желание главного болельщика Советского Союза Леонида Брежнева, руководителя Компартии Ему очень нравился хоккей, он посещал игры даже с не самыми красочными афишами После сенсационной победы русских в Монреале со счетом 7-3 советские СМИ сообщили, что развеян миф о непобедимости канадских профессионалов Вот и мы постараемся развеять некоторые мифы вокруг суперсерии 72, 50-летия которой мы отпраздновали в прошлом году Первый миф тренерам Аркадию Чернышеву и Анатолию Тарасову не дали поработать в суперсерии 72 Это не так. Они ушли из сборной сразу после Олимпиады в Саппоро, когда матчи с профессионалами не были даже в проекте Договор с канадцами о проведении восьми матчей был подписан 19 апреля на чемпионате мира в Праге Сборную в столицу Чехословакии повез Всеволод Бобров На следующий день наши проиграли хозяевам 2-3 и лишились титула Местом проведения матчей выбрали Монреаль, Торонто, Виннипек, Ванкувер и Москву Название суперсерии придумали за океаном У нас это были товарищеские встречи со сборной Канады, составленной из игроков национальной хоккейной лиги С соответствующим отношением некоторых советских звезд Готовились наши игроки в клубах, а в сборную прибыли за две недели до вылета в Монреаль И провели несколько контрольных встреч с московскими командами В нашу столицу прибыли разведчики из Канады, представляющие Торонто Мэйпл Ливс Они сразу забраковали вратаря Владислава Третьяка и вообще дали уничижительные оценки советским хоккеистам Впоследствии лидер кленовых листьев, острый на язык Фил Эспозита, скажет Теперь я понимаю, почему Торонто так долго не может выиграть кубок Стэнли Потому что у него такие скауты Канадцы контрольных встреч не проводили, так что наши свежей информации о соперниках не располагали Знали, что вратарь Кендрайден был бэкапом на чемпионате мира 1969 года А главный тренер кленовых Гарри Синден из Бостона — вице-чемпион Олимпиады 60-го года в Сквовелли — защитник-созидатель Перед суперсерией соперники понесли кадровые потери У канадцев выбыли мегазвезды — защитник Бобби Орр и его тезка, нападающий Халл Первого мучила травмированная колена Он находился в лагере сборной, выходил на лед, но сыграть так и не смог В Москве Орр дирижировал канадскими болельщиками с трибун Лужников Спустя без малого семь лет, под впечатлением от игры «Красной машины» Он попросил устроить ему проводы из хоккея на матче Бостона с крыльями советов Гости не уважили лучшего в истории НХЛ-защитника и обыграли хозяев — 4-1 А Халл перешел во Всемирную хоккейную ассоциацию — лигу «Альтернативную НХЛ», Став первым в истории хоккеистом-миллионером Клуб Winnipeg Jets положил ему оклад в несколько раз больше, чем у самого высокооплачиваемого игрока НХЛ Плюс 1 миллион канадских долларов в качестве подписного бонуса, на который скинулись владельцы новой лиги Болельщики в Канаде требовали взять Халла в сборную, но НХЛ, оплачивающая страховки игрокам, на это не пошла, чем вызвала народный гнев Перед пилотным Кубком Канады, проведенным в 76-м НХЛ, Халла волею болельщиков пригласили в Dream Team И он стал лучшим снайпером сборной Не меньший резонанс вызвал бан одного из сильнейших форвардов красной машины — Анатолия Фирсова, которого сам Скотти Боуман называл лучшим игроком в советской истории Бобров считал Фирсова глазами и ушами Тарасова, который мечтал вернуться в сборную, вот и забанил звезду При этом в Канаду неожиданно отправился Вячеслав Старшинов, к тому времени завершивший карьеру игрока и возглавивший московский «Спартак» Старшинов не принимал участия ни в Олимпиаде в Саппоро, ни в чемпионате мира в Праге Его выпустили на лед только в Торонто на несколько смен После возвращения из Канады Старшинов приступил к своим прямым обязанностям в «Спартаке» Хоккеистам сильно повезло, параллельно с «Суперсерией» шла летняя Олимпиада в Мюнхене И все руководство советского спорта во главе с Сергеем Павловым находилось в Западной Германии Руководителем делегации в Канаде стал один из его замов Георгий Рогульский — человек уравновешенный и с покладистым характером Так что хоккеисты избежали накачек, типа победа любой ценой Игроки любили и уважали Боброва, могли запросто к нему подойти и поговорить Рассказывает нападающий Борис Михайлов Перед матчем в Монреале нам дали установку — проиграть достойно Мы переглянулись, поскольку раньше ничего подобного не слышали Церемония открытия серии затянулась В ней принял участие премьер-министр Канады Пьер Элиот Трюдо На представлении игроков канадцев встречали овации Всех, кроме Бобби Кларка из Филадельфии Ему трибуны форума гудели Дело в том, что в Монреале ненавидели летчиков из Филии В художественном фильме «Легенда номер 17» Кларк представлен эдаким ветераном-головорезом, который травмировал нашу звезду Валерия Харламова На самом деле Кларк был моложе «Легенды номер 17» С детства страдал диабетом в тяжелой форме, сидел на инсулине и считался авторитетным хоккеистом В противном случае его не назначили бы капитаном сборной НХЛ на Кубке вызова в 79-м На символическое вбрасывание у канадцев стал Фил Эспозито А у наших не капитан команды Виктор Кузькин и сильнейший центр-форвард Владимир Петров А король дриблинга Владимир Викулов Почему? Загадка Уже на первой минуте Эспозито открыл счет, с лета отправив шайбу в ворота словно теннисной ракеткой Третьяк даже не запомнил автора гола, считал, что забил Маховлич Наш 20-летний вратарь даже не уточнил, который из двух братьев, знаменитый Фрэнк или младший Питт На седьмой минуте Пол Хендерсон увеличил счет после выигранного Кларком вбрасывание В зале Электроорган заиграл похоронный марш Однако глазами вратаря Драйдена старт матча выглядел по-другому В своей книге «Хоккей на высшем уровне», посвященной Суперсерии 72 Он написал, что уже в дебюте Советы выиграли почти все единоборства Канадцы за ними не успевали, а эти два гола просто удачное стечение обстоятельств Вскоре Евгений Зимин реализовал численные преимущества С передачи Александра Якушева он замкнул дальнюю штангу А со вторым ассистентом хваленые канадцы ошиблись Шайбу Якушеву в угол площадки доставил не центр-форвард Владимир Шадрин, а защитник Евгений Полальев Перед сиреной на перерыв Михайлов и Петров убежали против одного защитника И Петров сравнял счет Шайба в раздевалку, заброшенная в меньшинстве, деморализовала хозяев В перерыве тренер Синден спросил «Парни, все по плану?» В раздевалке повисла звенящая тишина К тому моменту канадцы наелись Силы их оставили Во втором периоде двумя голами-красавцами выстрелил Харламов Первый он забил в скоростном проходе, объехав защитника Дона Оури А второй щелчком с короткого замаха метров с 12 После второго перерыва кленовые встрепенулись Кларк сократил отставание, но Михайлов в сольном проходе остудил их пыл Лопатой отправив шайбу в противоход Драйдену Голы Зимина и Якушева превратили счет в крупный 7-3 Обескураженные канадцы поспешили ретироваться, не пожав победителем руки Но в НХЛ соперники обменивались рукопожатиями в конце серии Так что это не было актом недружелюбия Стоит обратить внимание на голы красной машины Второй, третий и четвертый стали плодом не коллективных действий А высочайшего индивидуального мастерства наших нападающих Лучшими игроками признали Харламова и Кларка Не жалели хвалебных слов для третяка А ругали Драйдена из Монреали и сыгранную тройку из Рейнджерс В Монреале был развеян пресловутый миф о непобедимости канадских профессионалов Задача на суперсерию советской сборной была успешно решена Дальше можно было играть в свое удовольствие Перед вторым матчем Синден поменял восемь игроков В ворота поставил Тони Эспозита, младшего брата Фила и легенду Чикаго Рядом с двухметровым Драйденом он выглядел малышом При этом стремительно выкатывался из ворот навстречу шайбе В Торонто хозяевы сыграли предельно строго в обороне и на грани фола Канадские судьи им потворствовали Современные хоккеисты вряд ли смогут что-то показать в условиях той грязи на льду Зацепы, задержки, соперники дубасили друг друга клюшками Кленовые взяли реванш 4-1 У наших отличился Якушев, преуспев в большинстве Гол красавец в меньшинстве забил Пит Маховлич Которого в Канаде называли прицепом к старшему брату Габаритный нападающий на скорости ушел от Паладева и как-то легко перехитрил третяка До своих последних дней защитник, легенда казахстанского хоккея, переживал из-за этого гола Лучшим в советской команде объявили третяка Перед игрой в Виннипеге на местной арене объявили минуту молчания В память о жертвах арабских террористов, расстрелявших в олимпийской деревне израильскую сборную по борьбе Олимпиаду прервали на два дня В Советском Союзе об этом молчали Вырезали из репортажей сцену с минутой молчания в Виннипеге Кстати, все матчи из Канады показывали у нас в записи Встречу в Монреале в 11 утра по московскому времени в воскресенье, 3 сентября У микрофона работал главный голос советского спорта Николай Озеров Которого срочно откомандировали в Канаду из Мюнхена, но после игры в Виннипеге вернули на Олимпиаду, чтобы вести репортаж с церемонии закрытия игр В Виннипеге наши совершили камбэк Уступая 0-1, 1-3 и 2-4, восстановили равновесие еще во втором периоде Петров забил сильнейшим щелчком в меньшинстве Также в меньшинстве отличился Харламов с паса Михайлова, убежав от лучшего защитника Кленовых Бреда Парка Однако не они стали героями матча номер 3, а молодая тройка из крыльев Советов Юрий Лебедев, Вячеслав Анисин, Александр Бодунов, на счету которой 2 гола В третьей 20 минутке хозяева встали, наши могли их дожать Но Александр Мальцев, лучший наряду с Харламовым хоккеист предыдущего сезона, на последних минутах простил канадцев Так что ничьей 4-4 Синден был весьма доволен Четвертый матч Озеров комментировал не из Ванкувера, а из мюнхенского телецентра Озвучивая картинку без интершума Его наложили потом В дебюте 2 гола близнеца Михайлова, забитых в большинстве с пятачка после бросков защитника Владимира Лудченко, посеяли у канадцев в панику Ведь они считались непревзойденными мастерами в этом компоненте Впечатляющий проход мощного молодого форварда Жильбера Перро, ракетой пронесшегося через всю площадку и отправившего шайбу в ворота рикошетом от защитника Валерия Васильева, стал эпизодом Меньше чем через минуту Юрий Блинов ответил третьим голом, вскоре Викулов забил четвертый В середине третьего периода Шадрин в пятый раз огорчил Драйдена И зал Pacific Coliseum начал неодобрительно гудеть На последней минуте Деннис Хаул, младший брат Бобби, сократил счет 3-5 Сразу после финальной сирены Фил Эспозита взял микрофон и со льда толкнул речь, которая зацепила каждого болельщика в Канаде Он призвал не охаивать свою команду, а отдать должное советским хоккеистам Сказал, что кленовые делают все, что в их силах В Москву канадцы прибыли транзитом через Стокгольм, где выместили всю злость на шведах Сначала обыграв их 4-1, а потом добившись ничьей 4-4 Вместе с кленовыми в столицу Советского Союза прибыло около 3-х тысяч туристов Многие закладывали недвижимость, чтобы приобрести тур в СССР Цены на билеты, которые невозможно было достать, кусались Они стоили в 10 раз дороже, чем на чемпионат страны От 6 до 12 рублей Надо сказать, что багаж канадской сборной заслуживал отдельного внимания С собой они привезли 300 фунтов продуктов от мяса до пива В автобиографии Фила Эспозита говорится, что у команды было 350 ящиков пенного Это означает, что на 9 дней пребывания в Москве у них было 8400 бутылок пива И если прикинуть, то на условные 50 человек канадского десанта, включая игроков, персонал и официальных лиц Кленовые листья имели по 18,6 бутылок пива Драгоценные запасы поместили на склад Интуриста, где они таяли не по дням, а по часам Пропажа пива ударила по канадцам сильнее всего Напомним положение дел Советские хоккеисты были в лидерах после канадской командировки Две победы, одна ничья и одно поражение То есть для победы было достаточно набрать всего 3 очка в 4 оставшихся встречах Переносимся в матч номер 5 Где на представлении Фил Эспозита, споткнувшись о стебель цветка, упал Но быстро поднялся и отвесил поклон, как настоящий артист Зал взревел от восторга Однако в середине матча наши болельщики приуныли Гости вели 3-0 В начале третьего периода Блинов забил волшебный гол Он на скорости принял передачу Петрова На замахе уложил Эспозита, вылетевшего навстречу И закатил шайбу в пустые ворота Спустя полторы минуты Хендерсон восстановил разницу 1-4 Однако красную машину было уже не остановить Они, Син и Шадрин забили с интервалом в 8 секунд Не прошло и двух минут, как на табло горели цифры 4-4 Счет сравнял защитник Александр Гусев, обладавший бешеным по силе щелчком А еще три минуты спустя Викулов перехватил шайбу в углу канадской зоны Вырулил к воротам и элегантно разобрался с голкипером Великий камбэк 5-4 До общей победы в суперсерии нашим хватало одной победы или двух ничьих А в лагере Кленовых объявились отказники Несколько игроков, недовольных своим игровым временем, улетели из Москвы домой В тренировочные лагеря клубов Но остальные во главе с Филом Эспозита сплотились А советские хоккеисты расслабили булки В матче номер 6 волевая победа осталась за гостями 3-2 На гол защитника Юрия Ляпкина канадцы ответили тремя, уместившимися в 1 минуту и 23 секунды До второго перерыва Якушев поразил ворота Эспозита, но на большее хозяев не хватило Несмотря на 31 минуту штрафа у гостей против 4-х у русских На экваторе матча Кларк засадил клюшкой Харламову по ноге Пострадавший с помощью партнеров покинул поле Однако вскоре на уколах вышел на площадку и даже забил гол Но судья за воротами не увидел шайбу, которая попала в гасящую сетку Примерзшую ко льду и не зажег красный фонарь Нет, лодыжку Харламову не сломали, но воспалилась надкосница И седьмую встречу Валерий вынужден был пропустить Наши играли хорошо, однако последнее слово осталось за вездесущим Хендерсоном Забившим победный гол, когда до финальной сирены оставалось чуть больше двух минут 3-4 Вместо Харламова в звене с Мальцевым и Викуловым сыграл чекер Евгений Мишаков Впрочем, заменить легенду номер 17 вряд ли было возможно На первый план вышел Якушев, а Мальцеву отличиться не удалось Счет в серии сравнялся 3-3 Ничья в заключительной встрече устраивала соперников Канадцы запустили удочку в наш лагерь, однако советская команда отвергла их предложение о мире Буря поднялась вокруг судей Кленовые забанили рефери из Западной Германии Франца Бадера Еще в Стокгольме Фил Эспозито спросил у него «А знаешь ли ты хоккейные правила?» Наши вычеркнули шведа Уве Дальберга На лед вышли западный немец Йозеф Компола и Рудольф Батя из Чехословакии Знали бы Кленовые про Комполу, не банили бы его соотечественника Бадера Беглый поляк откровенно подсуживал хозяева Правда, правила в Европе и в НХЛ разнились В частности, по-разному трактовали блокировки, что нервировало гостей Сильно трясло вратаря Драйдена, за плечами которого был победный опыт седьмой игры в финале Кубка Стэнли Накануне жена голкипера и его агент Линда повела мужа на Новодевичье кладбище На экскурсию, разумеется Прямо в тему Не без иронии вспоминал этот эпизод Драйден в своей книге о суперсерии, изданной через пару лет после эпохальных матчей Канадцы вышли на восьмой матч умирать А наши просто играть На пятой минуте Жан-Поль Паризе, получив две минуты штрафа, замахнулся клюшкой на судью Комполу и был изгнан до конца игры Ко второму периоду хозяева вели 5-3, а в третьем периоде стали отбрасываться На 44-й минуте Мишаков подрался с форвардом Роном Жильбером Канадец при поддержке двух партнеров вцепился в волосы советского Товгая, которого не защитили товарищи Впоследствии Тарасов пристыдил армейцев за то, что те не вступились за Мишакова Канадская электричка Иван Курнуае восстановил равновесие за 8 минут до финальной сирены Судья за воротами не зажег красный фонарь Тогда организатор суперсерии Аллан Иглсон устремился с трибуны ко льду и был задержан милиционерами Ему на помощь пришел Пит Маховлич Иглсона вызволили из плена и под руки провезли по льду на лавку кленовых Один из техников поприветствовал лужники средним пальцем руки Ничья 5-5 стала бы не худшим исходом, однако на последней минуте две помарки допустил Васильев Сначала он выбрасывал шайбу из зоны через дальний борт, а когда она к нему вернулась, и сорвалась с края клюшки Подарком воспользовался Фил Эспозита Моментально переправил шайбу на пятачок Хендерсону, едва поднявшемуся со льда после падения И тот с двух попыток отправил ее в сетку До сирены оставалось 34 секунды Этот эпизод увековечен в зале хоккейной славы в Торонто В отличие от автора победного гола и героя номер 2 суперсерии Главным же героем у кленовых стал Фил Эспозита Спустя годы он заявил Для победы советам не хватило Тарасова Спорное суждение В Канаде Бобров предстал триумфатором В Москве же его попросту не было с командой Он с ней встречался только на играх И, по свидетельству участников тех событий, от него разило перегаром Раскатки проводил Николай Карпов Который в 69-м привел Спартак к чемпионству, а затем повторил успех в 76-м Увы, авторитетом у игроков, особенно армейцев и динамовцев, он не пользовался Без главного тренера наша команда расслабилась Сейчас уже не шепотом говорят о том, как Мальцев, так и не забивший ни одного гола Перед московскими матчами отдохнул несколько дней в Сочи И все-таки ключевым стала потеря Харламова На восьмой матч он вышел на уколах, но в полную силу играть не смог Бобров по горячим следам суперсерии в журнале «Спортивные игры» заявил Что наша команда оказалась не готова к московским играм Эти слова как шайба в тренерские ворота Спорным выглядело решение поставить Харламова в тройку с Мальцевым и Викуловым Это звено оказалось уязвимым Проиграло шесть микроматчей из семи Без своего привычного партнера снизился потенциал тройки Петрова В которой Харламова заменил Блинов А тренер Синден отметил, что эта советская команда была бы реальным претендентом на кубок Стэнли Поскольку ни в одной игре не просела Близок локоток да не укусишь Сокрушался об упущенной победе Михайлов спустя 50 лет Сразу после поражения Бобров обратился к нам Пижоны упустили Волги, которые вам подарили бы за победу В начале 70-х Волга стоила немногим меньше 15 тысяч рублей Но достать престижный автомобиль простому смертному было невозможно Машину Горьковского автозавода с руками отрывали за 25 кусков Матчи с канадскими профессионалами сблизили наши страны После победы в Монреале посол СССР на родине хоккея на радостях признался Что канадцы продали нам пшеницу на льготных условиях Дело в том, что летом 72-го европейскую часть Советского Союза накрыла засуха Не урожай, и зерно пришлось импортировать После суперсерии 72 советский хоккей признали за океаном Звездами первой величины в Канаде считали Третьяка, Харламова и Якушева Началась новая эра хоккея под вывеской СССР против НХЛ